Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Жанна Маммен, немецкая художница и иллюстратор и гравюр. Ее творчество связано с течением новой объективности, символизма и кубизма. Она наиболее известна своими изображениями сильных, чувственных женщин и городской жизни Берлина в Ямарском периоде. Родилась в Берлине в семье преуспевающего немецкого коммерсанта 21 ноября 1890 года. Начала свое обучение в Академии Жулиано, одной из немногих художественных школ того времени, где женщины обучались с той же строгостью, что и мужчины. Когда ее семья переехала в Брюссель, училась в Королевской Академии Изящных Искусств в 1908 году. Ее ранние работы созданы под влиянием символизма, модерна и дикадентского движения и вставлялись в Брюсселе, Париже в 1912 и 1913 годах. В 1916 ее семья бежали из Парижа, чтобы избежать интернирования во время Первой мировой войны. Со временем Мамен смогла найти работы коммерческого художника, создавая модные плакаты, постеры к фильмам и карикатуры для астерических журналов. В середине 1920-х годов она стала известна своими иллюстрациями, воссоздающими городскую атмосферу Берлина. На большей части ее работ были изображены женщины. Ее рисунки часто сравнивали с работами Джорджа Гросса и Ота Дикса. На протяжении конца 1920-х и начала 1930-х годов она работала в основном карандашом с акварельными мазками, а также пером и тушью. Помимо искусства, на протяжении всей своей жизни Мамен также интересовалась наукой. В 1930-м у нее была крупная выставка в галерее Фрица Гурлипта. В 1933 году, после участия Мамена в выставке женщин-художниц в Берлине, нацистские власти объявили ее мотивы и сюжеты еврейским. Ей запретили ее ритографию для шансонья Билли Тиес. Нацисты закрыли большинство журналов, в которых она работала, и она отказывалась работать в тех, которые соответствовали их культурной политике. До конца войны сосредоточилась на рекламе. В какое-то время она также продавала поддержанные книги с ручной тележки. В 1940-х годах в знак солидарности Мамен начала экспериментировать с кубизмом и экспрессионизмом, что было рискованным шагом, учитывая осуждение нацистами абстрактного искусства как дегенеративного. В это время Мамен заядлая читательница модернистской литературы начала перевод Артура Рэмбоу. После войны начала собирать проволоку, бечевки и другие материалы с улицы разбомбленного Берлина для создания рельефов. В конце 1940-х годов она снова начала выставлять свои работы, а также создавать декорации. Создавала абстрактные коллажи из различных материалов, включая оберки от конфет. В 1950-х годах приняла новый стиль, сочетая толстые слои масляной краски с несколькими мелкими пометками на поверхности. Работал в различных техниках, включая акварель, масло, элитографию и скульптуру. Но наиболее известна своими работами в период Феймера в 1913-1933 годах акварелью и график. Ее стиль в это время характеризовался упрощенной элегантной линией с добавлением цвета. Позже сделала ее популярной среди журналов с большим тиражом. Ее особенно вдохновляли Пикассо и его герои. Работы художницы в основном посвящены женской тематике и женским отношениям, как платоническим, так и романтическим. Многие работы были посвящены гомосексуализму и оспариванию традиционных гендерных ролей. Она включила 14 своих иллюстраций путеводителя Гота Морека по развратному Берлину, опубликованной в 1931 году путеводитель по лесбийской ЕСЦ Берлину. Умерла художница 22 апреля 1976 года в возрасте 85 лет. Так, вкратце, из переводной википедии о немецкой художнице и иллюстраторе гравюре Жанна Момен. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok